Калымские профсоюзы намерены выйти на пикет. Это станет ответом на непопулярные меры российского правительства, которое одобрило повышение пенсионного возраста до 63 лет у женщин и 65 у мужчин. Процесс планируют растянуть на 10 лет, то есть добавлять будут поэтапно, начиная с 2019 года. Профсоюзные деятели убеждены, что северян эти изменения касаться не должны. Время и дату проведения пикета колымские профсоюзные деятели не определили. Заявка подана в мэрию Магадана. Ну как это будет выглядеть? Я думаю, что будет выглядеть очень печально, в том числе и для северян. Вы знаете, что мы испытываем проблемы с оттоком населения из Магаданской области. Принятое решение подстегнет просто эти процессы. Что касается самого решения в отношении повышения пенсионного возраста, профсоюзы против категорически, поскольку сегодня не созданы те условия, которые смогли бы обеспечить тот пенсионный возраст, на который это рассчитано. Мы с вами знаем из источников о том, что продолжительность жизни мужчин сегодня, если вот считать по России, то процентов 40 до пенсионного возраста, который сегодня установлен в качестве потолка, просто не доживет. А 20 процентов женщин до этого уровня и доживет. Что касается женщин, то я хотел бы сказать, что это просто, на мой взгляд, кощунственно повышать. Женщина, которая, по сути дела, на мой взгляд, работает в две смены, на работе и дома, в наших сегодняшних условиях жизни, но идти на такой шаг, я не знаю. Это как просто нужно относиться к нашим женщинам. Значит, все свои отношения мы высказали всем уровням власти, начиная от президента, далее состоялось заседание президиума, наше объединение профсоюзов. Значит, решение к первым этапам выйти, кроме вот документов, в которые мы направили все органы, на пикетирование, и в ближайшее время будет определена конкретная дата. Тем самым мы выражаем категорический протест. Когда нам заявляют о том, что якобы это делается в благих пожеланиях, что будет повышаться пенсия и так далее, понимаете? Поскольку мы с вами не видим других представленных документов по наполнению бюджета пенсионного фонда, здесь вывод напрашивается только один, что если и будут повышаться пенсии, только за счет тех, кто до пенсии не доживет. Все, других источников нет, они не названы сегодня. Сегодня правительство не принимает никаких мер для того, чтобы бороться с серыми зарплатами. И он специально выписал, и могу, так сказать, подтвердить это, что в июле в российской газете было опубликовано 2015 года интервью «Голодец», в тот период вице-премьера правительства. Вот ее данные. Из 75 миллионов работающих только 48 миллионов человек платят налоги. То есть все остальные деньги, они идут мимо бюджета, в том числе и мимо бюджета пенсионного фонда. Но примите вы решение это. И тогда никаких вот таких драконовских мер предпринимать смысла не будет. Далее. У нас куча государственных корпораций, которые имеют свои счета за рубежом, в офшорах. Государственных корпораций, которые качают из наших недр газ, нефть и так далее. С государственным участием верните эти деньги в государство. Примите политическое решение. И не надо будет тогда идти вот на эти меры. Далее. Я считаю, что надо в конце концов навести порядок и в отношении уровней пенсионного обеспечения. Да, сегодня у нас депутаты проголосуют всех уровней за это. Я уверен в этом. Прекрасно. Но давайте тогда их поставим на место рядового пенсионера, который, отработав на севере, всю свою жизнь получает пенсию 25-30 лет. Или они получат свою пенсию в размере, как правило, не меньше сотни тысяч рублей. Они что, как столевары стоят у Мартена, или как горняки пашут, добывают уголь и руду? Давайте их приведем в соответствие. Тогда они подумают, прежде чем поднять руку и проголосовать за эти свои решения. Поэтому вот такое решение. Я считаю, что на данный момент мы стоим перед третьим ограблением российского народа. Первое было, как вы знаете, когда шла приватизация. Второе, это 122-й закон о монетизации льгот. Но сегодня у нас пенсионные дела накатились. Пока документов точных нет, мы только пользуемся слухами. И вот теми разговорами, теми дискуссиями, которые идут, как поступят документы, тогда будет точно ясно. Вся арифметика, вся динамика. Но в любом случае, нам тоже с вами грозит, мужчина повышение на 5 лет, женщина, живущим на севере, я имею в виду, на 8 лет. На мой взгляд, в любом случае, когда это произойдет, не произойдет, в отношении северов, надо бы заморозить вот тот уровень пенсионного возраста, который есть. Почему? Аргументы мои вот какие, не только, наверное, мои. Считаю, что многие поддержат меня и в плане работники руководящих органов, органов власти и работодателей. Крайний север, в том числе и Магаданская область, испытывает дефицит кадров. Мы сегодня приглашаем медиков, уже учителей. Мы сегодня везем из-за границы горняков и так далее, и так далее. Если заморозить пенсионный возраст на Крайнем Севере, на том уровне, который есть сейчас, это будет стимулом людей оставаться здесь жить и приезжать даже, и оставаться здесь. То есть государство что здесь выигрывает? Мы сегодня тратим деньги подъемные, выплачиваем врачам, учителям и так далее, и так далее. Это бюджетные деньги. Работодатели тратят свои деньги, перевозя вахтовиков в центральных районах страны. Потому что неинтересно здесь жить. Здесь все дорого, льгот никаких практически нет, все выхолощено из наших северных гарантий практически. Вот этот бы хотя бы один какой-то стимул был здесь продолжать жить и работать. Тогда бы легче было и работодателям, легче было бы и бюджету, и государство бы не тратило такие огромные деньги. А зачастую у нас как получается? Вызвали специалиста, он крутнулся, как говорится, получил подъемные, через 2-3 года, до свидания, он улетел на материк. Деньги государственные то же самое. Единственное, вот во всех этих делах, если когда-то на будущее, когда мы выйдем, мы считаем, что да, когда-то надо будет, естественно, повышать. Но сегодня просто таких условий нет. Сегодня не сделано все то, чтобы можно было бы пополнить бюджет и не стоять перед дилеммой. Или повышать возраст, вот, или, так сказать, или подсадить пенсионеров, так сказать, на низкий уровень какой-то пенсии. Где-то ничего не делается. Просто вот так вот, чисто арифметически решили, раз и все, отнять. У кого? У естественного народа. Потому что у богатых сегодня отнять, это проблема. Сил есть не хватает, мужества не хватает. Если они сегодня вывозят по 25 чемоданов денег, то будут вагонами, наверное, потом вывозить. Вот к этому мы, что ли, идем? И что будет дальше?